Добрый вечер, Гомель! Каждый из нас вспоминает о месте на земле, где вырос и учился, о своей семье, родительском доме и, конечно же, о дорогих сердцу вещах. Сегодня в ряду программ о Малой Родине выпуск о рушнике, который относится, как утверждает наш сегодняшний гостья, к предметам старинным и современным одновременно. Дорогие друзья, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему разговору «Вайпер» и его номер на ваших экранах. Можете набрать и наш телефонный номер 342243 и рассказать о том, какое место в вашем доме занимают старинные рушники, где вы их используете, в каких случаях и почему ими дорожите. Ну а прямо сейчас знакомимся с гостей программы. Скульптор, керамист Яна Коновалова, ремесленник и педагог, творец удивительных вещей из ткани, глины, фарфора. Это ее авторство. Бронзовая студентка с яблоком присела возле пятого корпуса Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Яночка, добрый вечер. Добрый вечер, Линочка. Когда состоялось ваше первое знакомство с бабушкиным, прабабушкиным рушником? Не обычным полотенцем, который в народе называют утиральником, а вот с тем рушником, который ткали, вышивали, и по которому все мы познаем свою родину. Я оказалась большим везунчиком. У меня моя бабушка, которая к творчеству мало имела отношения, а она педагог русского языка и литературы. Но очень мудрейшая женщина сохранила огромный-огромный чемодан с вещами, которые делала ее мама, моя прабабушка, Ксения Аксеновна Кисельвова. И познакомилась с этим чудесным чемоданом, который хранился под кроватью еще в школьном возрасте. Мое любимое было занятие, когда мы к ней приезжали в гости, я доставала и раскладывала. Тогда я еще, наверное, только на подсознательном уровне подозревала, что это несметное сокровище. Потому что не имеящее никакого отношения ни к творчеству, ни к художеству, ни к керамике, ни к шитью, мне доставляло тактильного удовольствия перебирать вот эту красоту такую рукотворную. Ян, сегодня в студии. Это как раз те самые вещи? Это те самые вещи. Совсем небольшая часть. Но здесь и вышитые рушники, и есть полотна, вытканые рядом с тобой. И обязательно плетеное кружево, вязанное крючком. Здесь представлены даже вещи и по маминой линии, и по папиной. То есть у папы тоже... Это семейные раритеты. Семейные, да, с двух родов, вот, Марченко, Коноваловы, вот, имелись такие вот удивительные мастерицы, которые сделали действительно вот шедевры, на мой взгляд. Вот, и люди, которые специалисты в этой области, вот, дотрагиваясь, вот, трогая, реально будут понимать, что это, да, это не просто вот вещь уцелитарная, как делалось раньше всеми, по необходимости. А действительно, это творческие вещи, очень, очень необыкновенно, вот, качественные, художественные. Да, может, как угодно называть. Как красиво ты говоришь о них. И с чувством, с особым чувством. Яночка, скажи, пожалуйста, а как же, откуда родственники, откуда предки? Вот, это российская сторона, это белорусская сторона, какой именно регион, чтобы мы понимали, откуда вещи сегодня рассматриваем. Вот, качество больше представлено в мамиными родителями. Это Огородня, это, вот, Добружский район, ну, совсем рядышком. Вот, Папин род представлен Брянской областью. Ну, тоже, собственно, рядышком. Буквально, вот, ровно 100 километров от Гомеля, да, там больше преобладала вот вышивка. Здесь только крестом вышивка представлена, но еще у бабушки по папе очень много гладью, цветная такая, цветная, пестрая вышивка. Ну, не верю, что в Огородне не было тоже вышитых рушников. Но они отличались, да? Были, были, очень отличались, да. А с чем ты, вот, как человек очень творческий и наверняка изучающий, вот, региональную культуру, вот, с чем это связано? Почему, казалось бы, каких-то 100 километров, а иногда и меньше? А разница в изделиях такого рода огромная? Это мы сейчас привыкли, что связь очень быстрая. Фотографии можно посмотреть, там, съездить в гости. То есть перемещались люди гораздо меньше раньше. И выезд на какие-то ярмарки, это случались, ну, не знаю, разово, там, не знаю, раз в пять лет. Вот, то есть папина или не мама, ну, бабушка моя, ну, наверное, два раза только выехала вот в большие города на какие-то ярмарки, и для нее такой... За всю жизнь. За всю жизнь, да. То есть человек, который прожил вот всю жизнь в одном месте, и вот два события она мне рассказывала, как что-то такое невероятное вот в ней, ну, в жизни случилось, когда она выбиралась из своего местечка вот в большие города. То есть вот именно вот эта оседлость вот местечковая такая, она заставляла все-таки развивать вот какие-то свои находки. То есть, ну, если бы в силу того, как у нас сейчас развита вот информация, передача информации, вот, то есть у нас такая эклектика, у нас, ну, настолько вот такой фьюжн накладывается одно творчество на другое, и смешение стилей и видов, ну, с чего угодно. Вот. Раньше такое, ну, просто немыслимо было. Ну, с одной стороны, варили в собственном соку, но и придумывали такие вещи, а потом, да, совершенствовали. Доводили до совершенства, ну, друг друга смотрели, что-то вот улучшали, что-то вот какую-то свою изюминку такую вносили. То есть вот, ну, мастерица, мастерица там на деревне, вот, можно было вычислить вот по, ну, пощупать, вот, я не знаю, как вот рушники выложить, и, мне кажется, вот можно было бы угадать по работам каждую хозяйку, каждого там художника. Благодарю за ответы, уважаемые телезрители. Вы привыкли, что в каждой нашей программе есть вопрос для вас. И, безусловно, мы не будем и сегодня отступать от традиции. Пожалуйста, ваш вопрос. Какая деревня Гомельской области претендует на звание неофициальной столицы белорусского ткачества? Ваши ответы по телефону 34 22 43. Пожалуйста, мы принимаем. Звоните, рассказывайте, есть ли в вашей семье рушники, как вы их храните и как используете? Ну, и отвечайте на вопрос эфира. Какая деревня Гомельской области претендует на звание неофициальной столицы белорусского ткачества? Приз. Приз. Пригласительный билет на две персоны на вечер фортепианной музыки с Виталием Фоминым. Уважаемые телезрители, этот замечательный приз предоставила Гомельская областная филармония. Когда же состоится концерт, я скажу. Это будет 13 июня в 18.30 в ДК железнодорожников. Пожалуйста, звоните 34 22 43, отвечайте на вопрос эфира. Правильно. И пригласительный билет на две персоны будет вашим. Яночка, мы продолжаем разговор в студии. Я вижу, здесь есть фотографии. Наверняка они очень дороги сердцу. Расскажи, покажи, пожалуйста. Я принесла, безусловно, фотографии. Мне даже не хочется сегодня говорить не про мое творчество, потому что как-то оно говорится, показывается. А творчество тех людей, которые материальная культура, которая вот у нас сегодня здесь, и достойна такого восхищения и удивления, и трепета, что я не могу не показать их авторов. Сохранились чудесные фотографии. Это моя бабушка по папиной линии. Вот. У нас совсем еще малышечка. Вот. И творчество представлено сегодня двумя женщинами. Ксения Афанасьевна и Мария Александровна. Вот. И вторая фотография. Это вот моя бабушка по маминой линии. А вот это вся ее большая семья. Необыкновенно талантливая бабушка и ее брат-близнец. Они очень такие музыкальные были. А старшая дочка у нас следовала. Вот две такие мастерицы. Вот тоже работы сегодня представлены. Удивительная рукодельница. Вот. И еще не могу не любоваться этой фотографией. Какая стать у этой женщины. У моей бабушки. С моей бабушкой маленькой. Вот. Поэтому перебираю это тоже как драгоценность. Потому что... Почаще раскрывайте свои семейные альбомы, уважаемые телезрители. Это сила невероятная. Поток чувств и необыкновенная энергетика. Вы станете... Ну, мне кажется, вы сможете горы свернуть. Если будете... Даже в мыслях обращаться за помощью к этим необыкновенным людям. Я очень ощущаю вот эту поддержку и силу, когда вот... Ну, просто прикасаюсь к этим вещам. Просто вспоминая, осознавая то, какие люди были у меня в роду. Спасибо, Яночка. Уважаемые телезрители, сегодня уже прозвучал вопрос эфира. Какая деревня Гомельской области претендует на звание неофициальной столицы белорусского откачества. И у нас есть телефонный звонок. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Меня Елена зовут. А вас? Анна Викторовна. Анна Викторовна. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, есть ли в вашем доме рушники, которые достались от бабушек, прабабушек? Да, у меня дома есть от прабабушки рушники. И вот у моего мужа мама до сих пор вышивает. Поэтому, как бы, я с этой темой очень знакома. Вы плотно знакомы. И я понимаю, что вы ценитель. Правильно? Да, да, да. Скажите, пожалуйста, а у вас рушники из каких местностей, из каких регионов Гомельской области? Из Ветковского района. Ветковский район. Это самое ценное. Так. Я уже предчувствую, что есть у вас ответ на вопрос поставленный. Верно, Анна? Я думаю, да, да, да. Пожалуйста. Я считаю, что это деревня Неглюбка. Ветковский район Гомельская область. Анна, наши аплодисменты вам, уважаемая. Это правильный ответ. Действительно, деревня Неглюбка претендует на звание. Она, по сути, является неофициальной столицей белорусского откачества. Продолжайте, вы хотели еще сказать. Ну, я хотела поблагодарить вас и, как бы, сказать спасибо вам большое, что эта тема, как бы, не забывается. И, наоборот, сейчас все больше и больше об этом говорят, о ремеслах. Они возрождаются все в большей и большей степени. Благодарим вас за теплые слова. И мы восхищаемся вами. И тем, что вы не забываете эту тему. И тем, что вы цените эту тему. Я думаю, что мы еще не раз в программе Добрый вечер Гомель затронем и тему рушников, потому что это неисчерпаемая информация. Сегодня мы, к сожалению, просто не успеем поговорить о символике. Это тема отдельных программ. Но о том, как использовать рушники в современном интерьере, вот об этом обязательно поговорим. Поэтому смотрите нас, пожалуйста. Благодарю за ваш ответ. И хочу сказать, что вот этот пригласительный на две персоны на 13 июня на вечер фортепианной музыки с Виталием Фоминым, ваш Анна, вы получите удовольствие. Пригласительный билет предоставила Гомельская областная филармония. Спасибо. Яночка, ну чтобы наши участники нашего разговора, наши зрители не остались без внимания, я думаю, что мы подключим их к обсуждению здесь в студии. С удовольствием. И, пожалуйста, вот выскажи свое желание, о котором ты мне говорила в начале нашей встречи. Мне бы очень хотелось услышать, как наши телезрители, как наши жители города Гомеля и области, и области. Используют рышники, имеют ли они рышники, каким путем они попали, они были куплены там, или остались в наследство, используете ли вы их в быту, и каким образом. И вот ты оценишь ответы, оценишь звонки, оценишь высказывания, и, наверное... Мне будет очень приятно вручить маленький подарок тому, чей ответ будет близок к моему сердцу. А, то есть близок по, наверное, ну, может, в каких-то направлениях, да, или если частично совпадет вот с тем, что ты чувствуешь в отношении этой темы. Вот такая замечательная царевна-легушка, которая наверняка исполняет желания. Ведь керамист садится за работу только в хорошем настроении. И точно как вышивальщица и ткачиха закладывает определённый сакральный смысл в момент изготовления. Ведь так? Вы знаете, я уверена, что любая работа, за которую ты садишься, и когда делаешь её с удовольствием, она забирает плохие мысли. Она забирает плохие мысли, и просто... Она не позволяет им появиться. Она налаживает мозговую деятельность на тот лад, который необходим человеку для умиротворения, для работы, для сосредоточенности. Это научно доказанный факт, когда есть какая-то повторяемость в каких-то работах, в стишках, в челноке, человек успокаивается. И даже говорят, что гончарный круг, он завораживает потому, что соответствует пульсу человеческого организма. Соответственно, и темп работы, и вязальщиц, я очень много раз подмечала, он у всех имеет такую размеренность, свойственную только этому человеку. И есть вот научно доказанные факты, что работа творческая, руками она очень успокаивает, налаживает, собирает в кучку все мысли. Могу подтвердить. Это точно. Я вот чуть-чуть, немножко-немножко, иногда вышиваю, но такое удовольствие доставляет этот вид деятельности. Всем советую. Уважаемые телезрители, по разнообразию узоров, которыми украшают рушники, Ветковский район является настоящим заповедником. И в нем неглюбские текстильные традиции, которые известны всему миру. Давайте перенесемся в 1981 год и посмотрим видео из архива телерадиокомпании «Гомель» о ветковских раритетах. В ту пору, кстати, филиала Ветковского музея в Гомеле не было. И экспозиция иногда открывалась в Гомельском краеведческом музее. В выставочном зале Гомельского областного краеведческого музея открылась интересная экспозиция. Старопечатные и рукописные книги, резьба по дереву, старинное шитье бисером, иконопись и современное неглюбское ткачество представлены здесь Ветковским государственным музеем народного творчества. Ветковщина богатый своими художественными традициями край. Неглюбское творчество, известное на весь мир, современная резьба по дереву не родились на пустом месте. Чувство цвета и формы то классически сдержанных, то по-народному буйных, мастерство, переходящее в искусство, находим мы в прекрасных старинных предметах, ставших экспонатами. Дорогие друзья, вы наверняка заметили, что даже черно-белое видео способно передать красоту и уникальность вещей, которые сотворили мастера Ветковского района. И у нас на прямой телефонной связи народный мастер Республики Беларусь ткачиха неглюбских рушников Людмила Ковалева. Людмила, добрый вечер! Добрый вечер! Ой, как мы рады вас слышать! А мы тоже! Сейчас рассмотрим вашу передачу, очень интересуемся областью, достижениями и очень рады тоже. Людмила, ну а сейчас мы хотим порадоваться вашим достижениям. Скажите, пожалуйста, как широко по миру, как далеко по миру разлетелись неглюбские рушники? В каких странах они есть? Неглюбские рушники, по-моему, где только нету. Они везде есть. Вот буквально на днях позавчера уехали дети наши в Германию. Отдыхать. Опять повезли туда сувениры, потому что, ну, невозможно быть в неглюбке и не везти сувенир именно из деревни. Они даже некоторые работы сами сделали. Конечно, не рушники, а такие небольшие салфетки или вот чехольчики под мобильные телефоны. Так они соткали самостоятельно? Да, да, да. У нас дети, мы так же их заинтересовываем. Они к нам приходят, они ткут и забирают. Мы им разрешаем домой забирать свое. Только иногда оставляем на выставке, ну, вот, показывать, что могут наши дети. Конечно, рушников они не ткут, потому что это с опытом и с возрастом приходит. А такие небольшие поделочки, можно сказать, ткали. Людмила, нос чехольчиков под мобильные телефоны все и начинается. Начнем именно с них, а закончим рушниками. Так что у них все впереди. Так я о чем и говорю. Я о чем и говорю. Главное заинтересовать, чтобы они заинтересовались и сделали. Конечно. Людмила, скажите, пожалуйста, это вот могут только ваши местные дети прийти и попробовать? Или могут гомельчане, жители других районов, ну, как на экскурсию приехать, поприсутствовать на мастер-классе? Вы даете мастер-классы? Да, к нам приезжают. И вот из Старой Белицы привозили детей. Это гомельский район, наверное, да? Да, Гомельский район Старой Белицы. Вот буквально с кулинарного колледжа привозили неделю назад. У нас хорошо, что музей отправляют потом в Неглюбку, чтобы они попробовать даже могли. Они говорят, музей мы приходим, там нельзя трогать, а у вас тут можно это потрогать. Можно потрогать и даже самим попытаться что-то. Это очень здорово. Людмила, скажите, пожалуйста, а вот какой обряд в Ветковском районе, ну, в частности, в самой Неглюбке нельзя представить без рушника? Ну, без рушника, именно, да, в Неглюбке это невозможно представить, если вот молодых благословляют на брак. Родители обязательно покрывают иконы, которые благословляют рушником. И у нас никогда даже минутки, ну, только когда меняют вот это, как говорится, переодевают, ну, иконы, ну, это образно, так говоря, переодевают, например, на пост одевают старейшее, ну, на икону набрасывают рушник. А к Паске уже такой хороший, добротный, новый стараются. Вот. Только на этот момент, на секундочку у нас икона не покрыта. А так всегда. Молодых на рушники ставят, хлебом с солью встречают. Ну, у нас такое, да. Очень красивая у нас обряд. Людмила, вы так рассказываете, слушали вы и слушали. Спасибо вам огромное. Еще один вопрос. Вот районный праздник Кроссенцы, он в этом году будет? Можно ли приехать? Ну, еще решается вопрос, но обычно он через год у нас. Вот год проходит, потом год нету, и на второй. Ну, раз в два года, поэтому, да. В прошлом году был, да? В восемнадцатом? В прошлом году был, и вот в следующем, в двадцатом должен быть. Ну, возможно, если, я не знаю, опять же, мы так тесно сотрудничаем с музеем, и вот если они опять устроят нам летник такой, это значит, на неделю проезжают взрослые люди, снимают здесь дом, и приходят к нам и ткут у нас. Ой, какая прессия. невозможно было домой отправить до десяти часов вечера, до одиннадцати, сидели за кроссными. Благодарим вас, Людмила, за интереснейшую информацию, желаем вам хорошего вечера, успехов в творчестве, ну, и, конечно же, доброго здоровья. Всего вам наилучшего. Спасибо большое, и вам тоже. До свидания, благодарим. Ну, вот такой разговор у нас состоялся, да. Яночка, чем обусловлен такой интерес к рушнику? Только ли красотой декора? Вот, кружевов, нитями цветными? Ребенок рождается, обязательно принимали его на рушник. Ребенка крестили, обязательно его принимали на крестильный рушник, который сохранялся на протяжении дальнейшей его жизни. Люди женятся, обязательно рушник. Как не прискорбно и жаль, но в переход в мир иной. Человек уходит, и тоже рушник. Тоже на рушниках опускали. То есть, как вот ниточка сопровождает по жизни, соответственно, рушник каждому празднику как неотъемлемая часть был культуры. И поэтому рушник, он нами вообще генетически вот впитан. То есть, даже на подсознательном уровне вот может быть молодежь, может быть люди, которые никакой информации не знают об этом уникальном таком творении, они все равно будут испытывать восторг, что это делалось. У них в крови это впитано, нашими бабушками. Стоит просто, ну, напомнить. Вот притронуться, вот достаточно. Вот, ну, и трепет в музее, я думаю, что каждый испытает, глядя на то, что делали наши бабушки, прабабушки, наши предки. У нас сегодня была возможность посмотреть черно-белые планы 81-го года. Это работа наших журналистов, телерадио компании «Гомель». Ну, а сейчас, уважаемые телезрители, я хочу напомнить вам, что неглюбские рушники входят в список историко-культурного наследия Беларуси. А в доме ткачества неглюбки, как сказала Людмила Ковалева, можно взять первые уроки мастерства. Давайте посмотрим современное видео. Бодайгалуна, славутость и неглюбкие рушники, ранее их вырабляли в литерально-укорной хате. В 70-х годах минулого 100-годи увез-то на вот открытие филиал гомельской фабрики мастерских вырубов, в котором специализовался она в творчестве самобытных рушников. Правда, в середине 80-х предпринимательства ликвидовали. Теперь традиции передаются в основном пространстве занятки в местовом доме ткачества. Насыщенные, богатые, такие вот, крупные размеры. Оно часто вот сравнивают с украинскими, но на Украине вышелка, но она такая дробненькая. А у нас вот такие большие рисунки красивые получаются. Не знаю, нигде такого нету. Вот и с Людмилой Ковалевой и увиделись, и услышались, и поговорили. Уважаемые телезрители, я напоминаю, добрый вечер, Гомель. Это интерактивная программа. Вы можете позвонить на эфир 34 22 43 и ответить, где вы используете, где вы в современном мире, в современной квартире, в современном доме используете, и как это делаете, где вы используете рушники. Пожалуйста, ваши ответы. Тот ответ, который будет ближе всех к представлению о рушниках и использованию Яночки Коноваловой, Вот тот ответ, ну, наверняка мы высушим все ответы, да, но, конечно же, наградим того телезрителя вот таким замечательным призом. Это царевна-лягушка, которая исполняет все желания. Уважаемые телезрители, сейчас у нас рекламная пауза, реклама пройдет быстро, не уходите далеко, а далее, конечно, о рушниках. Малая Родина – это тема очень богата на воспоминания и эмоции. Каждый из вас, уважаемые телезрители, может стать участником этой передачи. Сегодня мы говорим о рушниках. Пишите, пожалуйста, в Вайбер, делитесь мыслями и опытом. Какое место в вашем доме занимают рушники? Где вы их используете? И, конечно же, почему ими дорожите? Сегодня у нас в гостях скульптор, керамист Яна Коновалова. И, Ян, я тебе хочу задать вопрос. А как используешь ты рушники, которые достались от прабабушки, бабушки? Рушники и скатерти. Традиционно у нас всегда используются скатерти на два главных праздника. Это на Пасху и на Рождество. Я застилаю именно вот этими скатертями. И такой вот праздник, он как бы, ну, мне все время хочется собрать мысленно или как-то ментально, не знаю, всех своих бабушек, прабабушек в одно место. Вот, ну, чувствовать их присутствие. И вот мне кажется, что я вот через их творение, через творение вот могу держать их за ручку. Ну, это, наверное, действительно так. И, кстати, наверное, ну, это мои мысли. Может быть, не только бабушек и прабабушек, но и мужскую половину, да, семьи, правда? Ну, безусловно, безусловно. У нас есть сообщение в Вайбер, мне очень хотелось бы почитать мысли вслух. Елена, у меня есть мамины рушники, она сама вышивала, поэтому они мне очень дороги. Кроме этого, есть очень много разных вышитых вещей. Все храню, пишет Елена, это прекрасно. Еще одно сообщение интересное. Давно пытаюсь найти место любимым вышитым рушничкам, но вот незадача. Интерьер моей квартиры отнюдь не выдержан в этническом стиле. Вполне современный интерьер, обычная двушка в панельном доме, но каждый раз, как только соберусь развесить рушники, остро встает вопрос, менять обои, а за ними и мебель. Дороговато, получается, пишет Светлана. Вот что бы мы могли посоветовать Светлане? Современный интерьер, как в него вписываются рушники из бабушкиного сундука? Ну, в любом случае, если есть рушники, их надо выгуливать, в любом случае, вот хотя бы на два таких главных праздника в торговом календаре, почему бы и нет. Вот. У меня чуть-чуть другой такой подход случился этой весной, и я рушники вот в современный интерьер привела через керамику, и мне кажется, что этот способ может отобразиться в современном интерьере и очень так лаконично вписаться вот в стилистику, которая предпочтительна сейчас в наше время. То есть, я хочу еще раз повторить сказанное. Значит, рушники, безусловно, выгуливаем, например, на Пасху, да, красиво куличи заворачиваем, на Каляды, да, ну, естественно, если в вашем роду случаются крестины, если рождается ребенок, если свадьбы, то их тоже выгуливаем, но обязательно можем приспособить их и в творчестве. Можно, безусловно. в керамике каким образом? Вот наш режиссер уже показала и зеркала в кружевах и в рушниках, правда? И вот эти плиточки отдельно лежащие. Это интересно. Яна, но я теряюсь в догадках. Как же? Это оттиск? Нет, это не оттиск. Оттиск мы чуть-чуть покажем, как можно применить именно в глине. Здесь техника чуть-чуть иная. И коллеги, когда смотрели на мою находку, все спрашивали, как вам не жалко было резать рушник? На что я отвечала, что ни один рушник не пострадал. То есть один способ, который меня озарил, помог мне создать такую форму, где рушники отпечатались в глине. Отпечатались не вглубь, как такая стандартная техника используется, а именно наружу, где можно даже волокна посмотреть, где даже можно петелечки посчитать. Рассмотреть даже тканый узор, сотканный узор. Вот непосредственно лежит вот эта скатерть, вот она абсолютно целая, вот где снимался узор, вот с этой плитки. Вот он. Вот он имеется. Эта скатерть была объектом, да? Вот у вас в руках. Копирование. Так, мой фрагмент. Вот он, вот он имеется, элемент здесь. Вот, и он перешел в глину, и теперь мы можем сделать их несметное количество и украсить и кухни, и фартух, и оклады у зеркал, и другие какие-то образец ткачества. Именно тканое полотно, вот оно такое вот узорное. Тоже с этой скатерти. То есть вот, ну, здесь даже вот пять элементов было сделано с помощью этой скатерти, и вот такой вот результат необыкновенный получился. И я до сих пор еще под впечатлением, то есть готовится проект, где рушники будут представлены, у меня же много рушников, их же нужно выгуливать, они у меня будут выгуливаны вот в виде керамических таких объектов, арт-объектов, ну, то есть и в современный интерьер они могут и таким способом зайти. Но вот такими плиточками, которые изготавливаются, это же глина, правильно? Это глина. Это глина самостоятельно с двумя обжигами. Самостоятельно добытая? Или это где-то продается? Вот я просто готовлюсь к мастер-классу, я уже прикидываю, где я буду искать глину? Рушники у меня есть. Ну, с глиной все просто, сейчас глина в продаже существует. То есть копать не нужно? Не надо, не надо. Нет, если уже совсем так вот подойти так основательно, можно найти места, где и покопать можно, есть у нас месторождение, подскажем, кому интересно. Но глина продается готовая, абсолютно вот очищенная, там, вакуумированная, то есть можно вскрывать пакет и она абсолютно готова для того, чтобы заниматься творчеством, неважно каким. Это очень здорово, Ян. Ну, мы, конечно, в программе не претендуем, мы хотели бы, но не претендуем на раскрытие секрета, пусть это будет, останется эксклюзивом, да, вот изготовление выпуклых кружевов, да, но я знаю, что ты настолько добра к зрителям и к ведущим и к творческой группе, что позволишь нам прикоснуться к этому творчеству, ну, пусть не точно такому, но похожему, и мы сможем свои, имеющиеся в наших домах и домах телезрителей, рушники запечатлеть в глине, правильно? Можно, безусловно, можно, тем более, прямо сегодня можем провести мастер-класс. Есть в каждом доме, я думаю, что и рушники, и... Вязаные крючком кружева. Да, и есть мастерицы, которые и самостоятельно такие вот кружева восполняют вот в новых материалах, вот, потому что какая бы она ни была, вот старая вот находка вот этого узора, она актуальна будет, я не знаю, на протяжении скольких там лет, веков, то есть это, ну, это вечно. Это вечно, и вечно ценно. Сочетание, вечное сочетание такого, ну, такого вот повторения, вот рапорта такого вот геометрического узора. Вот я хочу, тут один кусочек есть вязаный, вязаного элемента, вот он, хочу показать, вот на мне блузка, сшитая из скатерти, будучи еще школьницей, у нас скатерть на столе лежала, и цветок, к сожалению, почему-то стоял без блюдечка, и со временем эта скатерть в одном месте очень так испортилась, вот, я же будущий модельер, вот, и я из скатерти сделала вот эту блузку, которая, которая очень много лет со мной, и я ее одевала всегда такие торжественные моменты, вот, последний раз я вот из роддома выходила именно в этой блузке, мне было важно, мама не могла меня на тот момент сопровождать бабушкой, тем более, вот, но они вот были, вот, обнимали меня за плечи именно таким вот способом, вот, еще несколько элементов осталось вот в таких квадратах, это тоже скатерти, которые прабабушка еще вязала, вот, и она уже у меня неоднократно переходила в глину и в выпуклом виде, и мы сейчас вот попытаемся ее отпечатать на глине, вот. Яночка, мы готовим глину и слушаем звоночек. Хорошо. Здравствуйте. Добрый вечер. Очень приятно, мы слушаем вас, давайте познакомимся. Меня зовут Михаил. Очень приятно, Михаил. Вы, мне интересно, а мужчины тоже имеют какую-то тягу к вещам, вышитым, сотканным предками? Ну, на самом деле, это, наверное, скорее не тяга, но просто всплыло воспоминание из детства, которым бы я хотел поделиться. Так. Значит, практически все свое детство летом я провел у бабушки на даче в деревне, вот, и достаточно ярко осталось такое воспоминание, что вот у нас в углу в доме всегда висела икона, и вокруг этой иконы был повязан ручник. Но это набожник вообще в деревнях, вот в моей деревне это называется набожник, не знаю как. Но вышивка была практически вот аналогичная такой, как вы показывали на ручниках в студии. Так, это не, а вышивка сама, да, сама вышивка или кружево, которое Яна представила? Кружево, вышивка, да, нет, вышивка на ручниках. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, а вот мужчины, вообще не допускают введение ручника такого традиционного в современный интерьер? Или оставляют ему место только в очень важных жизненных обрядах? Ну, скорее стоит это оставить именно в жизненных обрядах. Ну, например, я знаю, что ручники применяют во время свальта. Молодожены должны наступить на ручники, если я не ошибаюсь. Стать на ручник, так. Да, стать. Наверное, в современном интерьере в своей квартире я бы ручник не применял, но вот... Но для свадьбы сохранил бы, да? Да, как элемент декора, например, в родовом доме в деревне я бы это, естественно, сохранил. Благодарим вас за ваш ответ, за ваш отклик. Было интересно послушать. Спасибо. Хорошего вечера вам. нам с мужем тоже было очень важно, когда мы расписывались стать на ручниками, тоже использовали именно бабушки на ручник, вот и становились в первом шаге. Вот, поэтому... Я думаю, что так поступают многие. Это замечательно. Это замечательно. Ты чувствуешь поддержку своего рода, это очень важно. Яночка, ну а теперь к мастер-классу. Итак... Ну, к мастер-классу это мало отношений имеет. Мы просто покажем, какое волшебство иногда случается, когда глина и кружева взаимодействуют. То есть, на раскатанную глину она мягенькая. Вот я говорила, что можно и купить готовую, можно и приготовить самостоятельно. То есть, сейчас такой поток информации, что никаких секретов здесь просто быть не может. Вот. И если прокатить скалкой по вот этому кружему... Обычной скалкой для теста. Да, да. Вот по кружеву на глине кружева отпечатывает все-все-все петелечки, все красивые узорчики. Очень-очень охотно. Глина обнимает, отминает. Вот. Если снимается это все... Ой, это правда волшебство! Вот получается вот такой отпечаток, из которого можно сделать все, что угодно. можно вот положить вот прямоугольник, обвести, это будет плитка, можно выгнуть, это будет, я не знаю, это будет тарелочка, это... Ну, это все, что угодно может быть на самом деле. То есть, у нас есть вот такой вот шаблон... Плиточка? Плитки, да. И мы можем вырезать из нее какой-то элемент, который понравится. Можем повторить это многократно и очень-очень просто сделать такой вот в интерьере отголосок наших таких предковских находок. Вот. Так что... Ян, ну, а вот зрители, любой человек, который смотрит эту программу, он сможет работать с глиной? Ну, допустим, вот мы посмотрели как-то все просто. Все просто. Кружево, скалка, глина. Да. Сделали, вырезали, это все понятно. А дальше что? Глина должна высохнуть. Вот. Высыхать она должна не быстро, потому что если глина быстро будет сохнуть, она может деформироваться. Уголочки у нее могут подняться вверх или еще хуже пройдет трещина. То есть глина должна сохнуть медленно и уверенно. Желательно там в первых пару дней под целлофановым пакетом. Вот. Выгуливать ее нужно тоже проветривать в день там по часу, по два. То есть за неделю, дней за десять глина не спеша высохнет. Вот. И отправиться в печку на первый обжиг на градусов на 600, на 800 зависит от состава глины. То есть все-таки специальная печка нужна? Обязательно. То есть в городских квартирах мы такого не сделаем? Нет. Нет. Ну сейчас такой вид деятельности как керамика очень популярный. И я думаю, что я уверена... Можно найти места. Я даже знаю, да, что в Гомеле есть не только у нас муфельная печка. И если человек задаст эту цель, то он обязательно найдет и глину, и печь, и обжиг, и мастер-классов, и людей, которые проводят мастер-классы у нас в Гомеле достаточно. Поэтому, ну, стоит только захотеть, и все можно воплотить. Это человек, да, сотворит вот такие, ну, таких, на такие работы мы не претендуем. Еще лучше сотворит. Не претендуем, но на лучшее претендуем. Потому что каждая работа, я всегда говорю своим ученикам, что, ну, не надо повторять, надо делать свое. И в этом ценность. В этом ценность, что, как и у мастерицы, будет, ну, есть свой почерк, который вяжет и ткут. Ну, и у керамистов, соответственно, которые что-то делают и привносят свое, тоже вырабатывается со временем свой почерк, он узнаваем и запоминаем. Возможно, и у вас, уважаемые телезрители, тоже есть свой почерк. И вы об этом пока не знаете. Но попробуйте себя и в этом деле. Далее в программе продолжение разговора о рушниках и... о рушниках в керамике, о рушниках в разных видах, о рушниках в интерьере. Реклама пройдет быстро. Дорогие друзья, это программа Добрый вечер, Гомель. Уважаемые телезрители, сегодня мы говорим о рушниках. И Яна Коновалова, скульптор и керамист у нас в студии. Яночка, и мы слушаем телезрителя. Добрый вечер. Ура. Добрый, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Наташа. Наталья, очень приятно. Скажите, пожалуйста, в доме у вас хранятся старинные рушники, бабушкины, прабабушкины? Лично у меня дома, квартиры нет, но в доме, в деревне, да, у бабушки. Как используете? А вот как раз смотрю ваши передачи, думаю, дай поделюсь. Я с детства, с раннего своего детства помню традицию, ну и сейчас мы ею пользуемся тоже. Мы на Пасху используем рушники на стол. Так, просто застилайте на стол, да? Застилаем на стол. Полностью стол застилайте разными рушниками. У нас их три. Так, и все три рушника находят свое место. Мы их достаем и используем. Это праздничная трапеза какая-то, да? Да, именно, да, да, да. Очень приятно. Наталья, скажите, а деревня ваша где находится? Это Гомельский район, Гомельская область, какое место? Это Ветковский район. Вот видите, сегодня у нас многие из Ветковского района звонят, но да, говорят, что там даже Галина Нечаева отмечает, девять традиций рушников в Ветковском районе абсолютно разные. Это очень здорово. Деревню назовите. Нет, это секрет. А, вы секрет, в секрете держите. Хорошо. Ну, скажите хотя бы, какого цвета нити использовались вот в ткачестве и в вышивке? Или это тканые рушники ваши? Это белый и красный. Традиционные, да? А вот еще мы слышали не так давно Андрей Скидан, он сотрудник Ветковского музея, он рассказывал о черных вышитых рушниках. Вы слышали что-то об этом? Никогда не видели? Нет, видеть не довелось. Слышать как-то разговоров и в деревенских было дело, но видеть, к сожалению, пока не довелось. Ну, в интернете можно все найти. Наталья, мы благодарим вас за то, что вы рассказали, как в вашей семье заведено использовать старинные рушники. Это очень здорово. Мы запомним Наталья, Михаил уже у нас два варианта. Досмотрите до финала, Яна, конечно, расскажет о своем решении. Спасибо, Наталья. Мы продолжаем разговор в студии, и у нас не так много времени остается. Яночка, ну, а как вы используете рушники? Чаще всего. Чаще всего. Чаще всего я раскладываю и любую их. Просто. Да. Дело в том, что рушники у меня хранятся в отдельном шкафу, вот отдельно огромный шкаф. Мой муж она говорит, это тебе надо? Я говорю, очень надо. И дело в том, что они же все линяные, и специфика существует. Как бы ты их не стирал в каких бы современной химии, не ароматизировал, они все равно со временем имеют свой особенность запах, запах льна. И он такой вот очень ярко выраженный. И самый хороший способ, я их люблю летом перебирать, когда идут такие активные заготовки трав, лаванды, мелисы и других элементов, я просто в ткани заворачиваю такие подушечки трав и перекладываю. Это очень здорово. Я открываю шкаф, вот этот идет тонкий запах льна, и смешанный с травами, но это вот просто открыл бабушка и бабушка, прабабушка, привет. То есть закрыл все. Для меня это подзарядка, пускай это будет может как глупость какая-то звучит, но вот для меня вот этот элемент вот такой подкрепления каких-то духовных сил. хороший хороший такой вариант. Да, Яночка, еще обязательно поговорим о том, как правильно рушники хранить, ведь вы человек, который, ну, постоянно с ними имеете дело, может быть, и температуру, и влажность упоминем, и как меняют цвет нити, или не меняют, чуть позже, после телефонного звонка. Я хотела сказать нашим телезрителям, что праздник рушника проводится в любом регионе Гомельской области. В Ельской коллекции, например, можно встретить самые разные по своему происхождению и символике рушники. И у нас на связи Ирина Хатько, библиотекарь Ельской районной центральной библиотеки. И, Ирина, добрый вечер. Добрый вечер, Ирина. Мы рады слышать вас. Мы тоже. Я знаю, что вы хозяйка, хозяйка вот этого прекрасного экспозиционного зала, выставочного зала в Ельской центральной библиотеке, где огромная коллекция рушников и не только хранится. Все правильно? Да, да, Елена, все правильно. Ну, спасибо, конечно, за хозяйку такой коллекции. Это громко, конечно. Я стараюсь сохранить то, что собрано нашими библиотекарями. Это действительно большая коллекция. мы с вами уже говорили на эту тему. Это 72 квадратных метра вышитого разнообразия, многоцветия и уникальных работ. Ирина, смотрите, коллекционеры вообще имеют такую традицию не подсчитывать свои экспонаты. Ну, говорят, якобы, это дурная примета. А вот ельчане знают, как много экспонатов у них хранится в выставочном зале? Нет, мы как бы не афишируем конкретное число, но мы придерживаемся такого слова, как около. Так вот, вышитых рушничков на данный момент у нас в экспозиции около 230 работ. 230 работ. И это работы из разных уголков Ельского района, верно? Да, да, все правильно. Это работы со всего района и города Ельска. Не только деревень, вот как вы знаете, у нас история создания нашего уголка, это деревни, выселенные после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Но это уже прошло, и на данный момент это не только те работы, это работы всех жителей района и города, которые хотят оставить свой свет в памяти, можно сказать, нашего района. Их приносят свои работы для того, чтобы мы их экспонировали, показывали детям, потому что у нас очень много экскурсий с детьми. Мы очень часто выезжаем на различные мероприятия. Недавно были у вас в Гомеле, начиная вывозили свою коллекцию, которая к моему великому удовольствию пользовалась огромным спросом. Столько было желающих примерить на себя национальный наш костюм, не национальный, а скажем так, ельцин. Местный, да. Юпочку и рубашечку и рушнички были приставлены. Это было очень приятно, что до сих пор пользуется спросом эта вышивка. Ирина, буквально еще один вопрос, очень кратко, потому что программа к финалу подходит. У меня вопрос такой, а как в Ельске традиционно используют рушник, старинный рушник? В каких обрядах? Конечно же, как и везде. Это основной способ использования рушника. Это и похороны. Помимо того, что его повязывали на крест и клали под плечи покойнику, тем, кто мыл покойника, раздавали полотенце, как бы в благодарность за этот труд. Свадьба, сватасло, сватам на свадьбу повязывали. Перевязывали, да? Да, перевязывали обязательно, да, как говорили в передаче, и становились на рушник молодожены, и над молодоженами натягивали рушник, когда они выходили. Как ворота делали, да, такие праздничные? Ой, как ворота делали такие, да? да, Елена. Также, конечно, и на Пасху. И вообще, если честно, я не помню ни одного праздника нашего, где бы не использовался рушник. Икона, конечно же, всегда украшалась рушником, для этого специальные рушники вышивались богатой вышивкой. Рушники более-менее такие скромные, небогатые, используются как утиральник. Спасибо! В основном, конечно же, во всех церковных обрядах используется рушник. Даже постелить в церкови под хлеб, который кладут как бы в дар, и то используют рушничок. Ирина, спасибо вам огромное. Мы много нюансов взяли на заметку. Вот из Ельского района, это уже Ветковский район, Ельск, это уже другая сторона. Спасибо огромное, хорошего вечера. Вот во время этой передачи, вот я зашла к рушникам как керамист-обыватель, так? Но я вот сейчас осознала, насколько наша Гомельская область богата на традицию в рушниках. А еще я хочу сказать, что у нас ну просто потрясающее количество людей-хранителей, вот люди, которые зайдут в ветку и окунутся вот в те научные труды, которые вот эти люди потрясающие вот под руководством Нечаевой собирают по крупицам. Там такие знания потрясающие, там такая семантика, там, я не знаю, там столько можно всего вот услышать вот невероятного, не надо ходить в какие-то другие культуры, вот чтобы брать у нас своих традиций полным-полно, у нас свои красивые знаки и красивая вот символика и свои письма на Рушниковске. И, ну это просто потрясающе, что у нас вот в Гомеле только хранители, ценители. А можно еще взглянуть в филиал Ветковского музея, где Петро Цалко работает и научит еще и ткать. Хотите в Неглебку, Неглебскую традицию, хотите здесь в Гомеле, а можно еще в деревню Гусевица Будокошелевского района, ведь на Будокошелевщине тоже сильны ткацкие традиции. Меня вот распирает просто гордость из-за того, что у нас столько людей это любят, ценят, делают. То есть вот с разных сторон подходим к этой теме и мне кажется, все мы улыбаемся друг другу, что мы говорим на одном языке. Яночка, очень хочется узнать, как же поступать с плиткой самодельной после того, как ее высушили, но абсолютно не остается времени. Я так понимаю, что можно глазурировать, да, и этому можно научиться, если прийти на мастер-класс. Можно, можно прийти, секретов никаких нет, это все традиционно, просто. Здесь главное желание, главное желание, цели ставить какие-то, что ты хочешь сделать, попробовать, или конкретно что-то сделать. Я думаю, что зерно желания мы сегодня посеяли. Яночка, остается еще у нас важная роль наша. Нам нужно определить, кому же достанется прекрасная царевна. Мне очень хочется хранительницы из Ельска, так она рассказывала о том, насколько всего интересного у них имеется. Ирина Хатько, Ирина Хатько, Ирина, спасибо вам большое за Ельска. Лягушка, которая исполняет желание ваше. Ну, попытаемся передать в Ельский район. Я думаю, мы с вами свяжемся и подумаем, каким образом царевна Лягушка побыстрее окажется на Полесских землях. Спасибо огромное всем. Ну, конечно же, хочу отметить всех телезрителей, которые писали, звонили. Ирина Евдокименко пишет, нам приз, мы ее заслужили, и фото. Вы не поверите, уважаемые телезрители, фото в студию, посмотрите. Яна, нужна вторая лягушка. Я с удовольствием принесу. Тому телезрителю, который даже фотографии прислал. Уважаемая Ирина, Ирина Евдокименко, да, точно, приезжайте, будет вам вторая лягушка из рук Яны Коноваловой. Я вас жду в своей мастерской с удовольствием, вы мне только сообщите, Ну, вы нам на телевидении принесите. Хорошо. И так можно хорошо договорились. Свекровь сама вышивала этот рушник и рассказывала мне, что каждый стежочек, каждый элемент узора обозначает и несет в себе свой сакральный смысл. А я верю и очень дорожу столь ценным подарком. Анна, прекрасное сообщение. Очень здорово. Городость. Уважаемые телезрители, вот так, очень быстро прилетел этот эфир, который был посвящен малой родине и рушникам. Я благодарю Яну Коновалову, которая очень много интересного рассказала, показала, научила. Яночка, спасибо за то, что поделилась своими мыслями. Дорогие друзья, я прощаюсь до следующей встречи. Это был Добрый вечер, Гомеле. Я ведущая, Элена Троценко. До встречи в следующую среду.